Областное управление физической культуры и спорта в парке имени Хайрата Рыскулбекова организовал фестиваль «Стритворкаут» среди молодежи под девизом «Мы против наркомании». Желающих принять участие в данном мероприятии составило около 100 человек. Подробнее в следующем материале. Главная цель пропаганда здорового образа жизни – профилактика наркомании, осознание значимости участия в подобных мероприятиях для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи, как отмечал сам президент страны по строению общества без наркотиков. Задача, стоящая перед каждым гражданином Казахстана. В торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие исполняющий обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Нуржан Джолдасбеков, который пожелал всем участникам удачи. Будущее нашей суверенной страны в руках молодого поколения. Мы рады приветствовать вас на открытии областного фестиваля среди молодежи «Стрейтворкаут», который проходит под лозунгом «Мы против наркомании». Уважаемые спортсмены, пусть сегодняшние соревнования принесут вам успеха. Болельщикам – радость. Мы объявляем молодежный фестиваль «Стрейтворкаут» открытым. Стоит отметить, что принять участие в фестивале может молодежь в возрасте 14-29 лет. На сегодняшний день в этом конкурсе изъявили желание принять участие около 100 представителей молодого поколения. Количество участников не ограничено. Я участвую в категории по подтягиваниям на турнике с дополнительным весом 16 килограммов. Тут участвует довольно много людей именно в моей категории. 29 человек, как я узнал позже. Тут очень сильные люди, сильные ребята с «Тарту феста», которые участвовали. Старых знакомых вижу. Интересные соревнования будут. И уверен, что появятся новые рекорды. Возможно, люди будут ставить нормативы, может, по сетлифтингу. И, в принципе, ожидания от этого соревнования высоки. Стоит отметить, что обладателю первого места было вручено 150 тысяч тенге. За второе место – 100 тысяч. За третье место – 50 тысяч тенге. Победители, в свою очередь, поблагодарили организаторов.